Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Мурат Жанкёзов. Сегодня для нашей республики историческое событие. Карачаева Черкесия отмечает 100-летие. В такой знаковый день поздравить с вековым юбилеем прибыли многочисленные гости с федерального центра, руководители регионов СКФО ЮФО. На официальное празднование прибыл и полномочный представитель президента России в Северокавказском округе Юрий Чайко. В ходе встречи с главой Карачаева Черкесии рассмотрели вопросы реализации социально-экономических инициатив президента Владимира Путина. А после глава республики Рашид Тимрезов с вице-премьером России Александром Новаком рассмотрели ход реализации проектов и программ в республике, направленный на создание комфортных условий и повышение качества жизни жителей. В частности, говорили о мерах по увеличению количества рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности, вопросах импортозамещения, дугазификации, водоснабжения. Александр Новак отметил, что развитию республики уделяется значительное внимание и со стороны президента и правительства России. Он выразил уверенность, что задачи, поставленные по развитию региона на ближайшие несколько лет, будут выполнены. Глава региона поблагодарил вице-премьера за поддержку и помощь республике в ключевых для развития региона в вопросах. А затем прошло совещание под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака по вопросам социально-экономического развития Карачаева Черкесии по итогам первого полугодия. Обсудили ход реализации задач, которые находятся на контроле правительства России. Александр Новак отметил положительную динамику реализации в Карачаево-Черкесии основных инвестиционных проектов, которые включены в модель экономического развития республики и назвал темпы социальной дугазификации в регионе одним из лучших в стране. Он подчеркнул, что в Карачаево-Черкесии имеются все необходимые ресурсы и условия для полноценного развития региона. В том числе республика принимает активные меры по снижению зависимости от импортных составляющих. Это позволяет развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. А с утра перед стартом праздничных мероприятий сегодня состоялась двусторонняя встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и президента Абхазии Аслана Бжания, который прибыл в республику. Стороны обсудили вопросы расширения международного взаимодействия и усиления сотрудничества двух республик. Было отмечено, что Карачаево-Черкесию и Абхазию связывают не только торгово-экономическое сотрудничество, но и общность культуры, многолетние добрососедские связи, братская взаимопомощь. Общая история народов позволяет с большой перспективой смотреть в будущее с возможностью благоприятного взаимодействия братских республик. И сегодня же глава Карачаева-Черкесии встретился с еще одним почетным гостем, президентом Республики Южной Осетии Аланом Гоглоевым, который разделил праздник 100-летия Карачаева-Черкесии. В ходе встречи было отмечено, что сегодня между двумя республиками созданы все благоприятные условия для развития взаимодействия в различных сферах деятельности. Стороны обсудили сотрудничество Карачаева-Черкесии и Южной Осетии в торгово-экономической и научно-культурной сферах. Рашид Тимрезов поблагодарил Алана Гоглоева за внимание к нашей республике и ее жителям в этот значимый день и выразил уверенность, что дальнейшее тесное взаимодействие позволит и Южной Осетии, и Карачаева-Черкесии совместно и динамично совершенствовать социально-экономическое положение наших регионов и повышать уровень жизни граждан. После глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов с президентом Абхазии Асланом Бжания и президентом Южной Осетии Аланом Гоглоевым возложили цветы к вечному огню на аллее Героев Черкесии и мемориалу памяти воинам, ушедшим на Великую Отечественную войну. Благодаря самоотверженности и мужественному подвигу советских солдат, в том числе и наших земляков, сегодня мы можем праздновать наш вековой юбилей. Мы живем в свободной стране, на своей родной земле, смело смотрим вперед и верим в лучшее, отметил глава республики Рашид Тимрезов. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северный 4-9 метров в секунду, температура ночью 3-8, в горах минус 2 плюс 3, а днем 18-23 градусов тепла и местами до плюс 16. В южных районах чрезвычайная пожароопасность, в Черкесии без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду, температура ночью 5-7, а днем 21-23 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агрос 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14-16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на минводыагра.рф. 12+. К столетию Карачаева Черкесии в республике приурочили открытие нескольких социально значимых объектов. Один из них – Центр дополнительного образования для одаренных детей. Путевку в будущее новому учреждению сегодня дали заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у Артура Мхце. Открытие в Карачаево-Черкесии учреждения дополнительного образования подобного типа напрашивалось давно. Наши одаренные школьники успешно защищают честь республики на всероссийских предметных олимпиадах и в различных образовательных конкурсах. Но чтобы уровень их готовности повышался и дальше, было необходимо учреждение с куда более широкими возможностями, в том числе технического характера. И в дни празднования столетия Карачаева-Черкесии в северной части Черкесии открылся Центр для одаренных детей. Торжественное мероприятие прошло при участии заместителя председателя правительства России Александра Новака и руководителя нашей республики Рашида Тимрезова. Здесь прекрасная молодежь. Открытие сегодняшнего центра детского по выявлению, развитию одаренных детей, творческой молодежи, талантливой. Это означает успех в будущем. Потому что только благодаря воспитанию молодежи, ее грамотному образованию, социальному развитию мы сможем двигаться вперед. Каждый раз мы ставим перед собой более амбициозные и такие важные задачи. Но все равно для меня самое главное – это качество жизни населения республики. Это наша молодежь, это развитие и физической культуры, и спорта, и образования, и медицины. И мы, конечно, понимаем, что нам еще много что надо сделать. Новое учреждение дополнительного образования оснащено всем необходимым для профориентации учащихся. В стенах центра удалось реализовать прогрессивные идеи для обучения по научным, творческим и спортивным программам. Я хочу стать врачом. Для этого я хочу изучать и химию, и биологию. А гидробиологию я изучаю, потому что она мне нравится. Для начала я отправила заявку в навигатор. После на электронную почту мне пришел учебный курс «Подводный мир». Я хорошо его изучила и решила пройти в тесте. Было 19 вопросов. На все вопросы я ответила правильно. Возможность заниматься в центре по модели «Сириуса» получили лучшие воспитанники всех образовательных учреждений Карачао-Черкесии. Ребята прошли специальное тестирование и теперь на практике изучают многое из того, о чем ранее знали только по теоретическим занятиям. Работа учреждения организована в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Артур Мухцей, Мухаммед Ташибоков, Вести Карачао-Черкесия. Сегодня, в день 100-летия Карачао-Черкесии, глава региона Рашид Тимреза вручил государственные награды видным деятелям республики. Торжественная церемония прошла в Доме культуры Черкеска. Подробности у Али Баташева. За 100 лет нашими земляками был пройден достойный путь. Благодаря всем поколениям нашего многонационального народа, усердно трудившегося на благо нашей Родины, сегодня Карачао-Черкесия – стабильный, спокойный и динамично развивающийся регион, отметил глава республики Рашид Тимрезов на открытии мероприятия. Уважаемые земляки, вы настоящие патриоты своей Родины, что особенно важно сейчас в условиях нового времени и новых выпусков. Я сердечно благодарю вас за созидательный труд и большую самоотдачу. Я уверен, что вместе мы украсим яркими страницами деятопись Карачао-Черкесской республики как субъекта Российской Федерации. Получить награду в день юбилея региона – особая честь. В торжественной обстановке медаль за заслуги перед Карачаево-Черкесией Рашид Тимрезов вручил председателю избиркома региона Ларисе Абазалиевой. Это, безусловно, большая честь. Это самая дорогая награда, которая может быть. Награда, полученная на своей земле, на родной земле. Мне хотелось воспользоваться случаем, поздравить своих земляков с нашим красивым юбилеем, пожелать, чтобы наша республика расцветала, чтобы росли дети, создавались семьи. И на этой красивой, благословенной земле жили счастливые люди. Полковник полиции Эдуард Чумаев был удостоен звания «Заслуженный работник органов внутренних дел». Работал в органах внутренних дел более 20 лет. И я родился в Карачаево-Черкесии, учился и всю жизнь работаю в Карачаево-Черкесии. Я очень горд и рад тому, что именно в такой праздничный день, юбилей нашей республики, я получил такую высокую награду в нашей республике. Государственные награды в день 100-летнего юбилея республики получили 30 наших земляков. Те, кто внес значительный вклад в развитие региона. Для них состоялся праздничный концерт. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» в честь 100-летнего юбилея были представлены национальные подворья. Представители русского, карачаевского, черкесского, аббазинского, нагайского народов продемонстрировали свою самобытную культуру, древние обычаи, традиции. В подворьях были представлены предметы быта, утварь, национальная одежда, разнообразие традиционных блюд. Гостям праздника под живое исполнение старительных народных мелодий, как сотни лет назад представители народов показали всю красоту национального колорита. Сложно сохранить, и все, чем дальше, тем больше, меньше остается у нас экспонатов в нашем музее, в Краевеческом. Очень сложно их хранить, за ними ухаживать и поддерживать ту красоту и яркость, которая вообще есть. Поздравления со столетием принимали сегодня и самые маленькие жители Карачаево-Черкесии, новорожденные. Заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кипкеева поздравила молодых мамочек и отметила, что в этот знаменательный день в перинатальном центре родились три девочки и один мальчик. Тамара Османовна вручила поздравительную грамоту от главы республики и небольшие подарки. В свою очередь, виновницы торжества выразили свою благодарность всему медперсоналу за профессионализм и за чуткое отношение. Это наши будущие врачи, юристы, педагоги. Это люди, которые прославят нашу республику буквально через некоторое время. И мы хотим сегодня в этот замечательный день поздравить их. Я мечтала об этом, если честно, родить столетие нашей Карачаево-Черкесии ребеночка. И получилось так, что я родила. Я желаю нашей республике дальнейшего подсветания. С утра продолжают поступать поздравления со столетием в адрес главы Карачаева-Черкесии и жителей республики. Телеграммы направили президент России и председатель правительства, руководители Верхний и Нижний палат, главы регионов СКФО и ЮФО. Ну а к кульминации праздничных событий, посвященных столетию Карачаева-Черкесии, стало большое театрализованное представление, которое прошло в Черкесске на стадионе «Нарт». В официальной части с вековым юбилеем жителей поздравили заместитель председателя правительства России Александр Новак, полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко, руководители субъектов Северного Кавказа и ЮФО. Для жителей было организовано праздничное шоу с участием звезд российской эстрады Зары, Стаса Михайлова, Басты и артистов республики. Подробный репортаж со стадиона «Нарт» смотрите завтра в наших информационных выпусках. Это все вести на сегодня. Еще раз поздравляем всех с юбилеем Карачаева-Черкесии и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok